Всем привет, меня зовут Маша, и в этом видео мы поговорим про самые лучшие агентства по всему миру, и также я хочу объяснить, какие агентства подойдут именно вам. Смотрите, есть такой самый главный сайт, который должна знать каждая модель, он называется models.com, там есть разные рейтинги, рейтинги топ-моделей, рейтинги моделей, которые больше всего зарабатывают, больше всего делают шоу, или больше всего съемок, или больше всего обложек журналов. В том числе там есть рейтинг агентств по всему миру, то есть там только проверенные, только длительные, только хорошее модельное агентство, которое занимается профессионально карьерой модели, отправляет за границу в самые лучшие агентства и так далее. То есть там есть и материнские агентства рейтинг, и обычные модельные агентства рейтинг. Я очень доверяю этому сайту, и если я вижу там это агентство, значит так фух, можно доверять, можно с ним иметь дело и сотрудничать. Но на самом деле, вот допустим в Украине там всего лишь есть два агентства, L и Ego. Но я знаю, что в Украине есть намного больше хороших, серьезных и проверенных, которые годами работают на рынке агентств, как L Models, как Bulls, как Boys Boys для парней и так далее. И некоторые агентства, ну они пока что не в этом списке, непонятно по каким причинам, не занесли там, что-то не хватает им для того, чтобы зарегистрироваться на этой, чтобы их зарегистрировали на этой платформе и так далее. Поэтому, если ваше агентство, нет, среди агентств в Models.com, это еще не повод расстраиваться. Сейчас я поговорю про такие самые крупные, известные модельные агентства. Возможно, вы про многие из них слышали. Это обычно сеть, и они есть там, допустим, в Париже, Милане, в Лондоне, в Нью-Йорке, в самых таких крупных городах. И там мечтают поработать каждая профессиональная модель. Мечтают, чтобы их заметили, подписали с ними контракт. Но стерегайтесь, вот если вам пишет скаут какого-то известного агентства, например, AMG, это иногда может быть фейк. Помните, что сейчас у девочек деньги. Имейте в виду, что сейчас очень много раз влазь мошенников в модельном бизнесе, и не могут помогать у вас там деньги или голые фотографии, и потом никому ничего не высылайте. Крупное агентство, куда все мечтают попасть. Ford, самое первое модельное агентство. У меня даже есть отдельное видео про историю Форда. Ford, AMG, Вильямина, Мерлин. Я думаю, что вы тоже слышали про Элит, и они тоже есть по всему миру. Next, Metropolitan, Woman, Major и One Management. Это прям такие львы модельной индустрии. И если вы там работаете, допустим, год или полгода в модельной профессии, то вы точно слышали про эти агентства. Там очень много девочек, они постоянно ищут ньюфейсы. У них огромные шикарные офисы в центре Манхэттена, Парижа, Лондона. И у них очень много подразделений. То есть это не бутик агентства, где там, допустим, девочек 15, да. Там очень много девочек и подразделений. Мужчины, женщины, детки, elderly models, возрастные модели, plus size, petite models, influencers, talents. То есть с ними могут пописать контракты и всякие там певцы, певицы, Кенни Весты, Ким Кардашьяны и так далее. И вы можете работать в одном агентстве, где там, допустим, работает Кэндл Дженнер. И это прям восхитительно. Но у этих больших агентств тоже есть свой минус. Я работала из таких агентств в Форде. И мне не сильно понравилось. Потому что, ну, во-первых, отношения к тебе очень холодные. Ты на потоке. Я приехала с Украины. Девочка обычная, простая, без дизайнерской одежды. Да, без каких-то там, не знаю, связей. И, конечно же, это все чувствовалось, когда приходила модель, которая, допустим, чего-то уже достигла. Сделала классные показы, обложки. То, конечно, к ней отношение такое, привет, привет, привет. А ко мне отношение совершенно другое. И это, конечно, не сильно приятно. Если честно, я там терялась. То есть я могла приходить в агентство. Я долго ждала, по полчаса, по 40 минут, чтобы там задать какой-то свой вопрос. Забрать свой пакетмани, спросить, какие кастинги, какое расписание на следующую неделю. И мне... Первый месяц давали очень много кастингов и работы, а второй нет. И как-то я старалась их там. Ой, а что там у меня будет? И они такие, типа, о, мы тебе что-то дадим, давай, иди, иди. То есть такое отношение на потоке. Там очень много таких вот нюфейсов приезжают. Ты не зашла в первый месяц, все, ты никому не нужна. Вот. Очень быстро тебя сливают. И есть очень хорошее агентство, просто они бутик-агентство. То есть даже не бутик, вот есть вот такие вот большие агентства, и средненькие. Есть бутик, которые прям совсем маленькие, где моделей там 20-25, а то они каждой занимаются. Из вот таких вот средненьких, допустим, есть Identity в Нью-Йорке, Muse, где я работала. Хотя оно уже сейчас считается прям, ну, такое крутое очень. Ну, я приехала, оно было такое, ну, хорошее, но среднее. Там уже поменьше моделей, там обычно два дивизиона, там мужчина и женщина, допустим. Допустим, еще Plus Size сейчас появляется почти везде. Вот. Но там уже нет, допустим, Celebrities. Есть топ-модели, но их уже не так много. И, ну, такое агентство, я считаю, прям оптимальное, потому что они и хороших клиентов могут дать топовых, и больше вами занимаются, у них есть больше времени концентрироваться на каждой девочке, которая прилетает в их агентство. И также есть бутик-модельное агентство. Я, например, работала в таком в Париже. Уже третий раз, когда приезжала, это было агентство, которое основала девочка-модель. И у меня там было буквально 10 подопечных, и она каждой могла обеспечить там месяц непрерывной работы. Вот, конечно, у меня не было там топовых клиентов, но там каталоги, шоурумы, понятное дело, были. За них хорошо платили, она всегда старалась выплачивать все вовремя. И это тоже хорошо в зависимости от ваших целей. То есть, что вы хотите? Вы хотите строить прям профессиональную карьеру, или же вы хотите просто путешествовать много, работать, зарабатывать денежку. То есть, тут немножко как бы разные цели. И обязательно нужно выбирать агентство, которое вас заинтересовано. Потому что, если это будет, допустим, АМДжей, куда все мечтают попасть, но они будут так. Ну, пускай прилетают, посмотрим. И еще вам не заинтересуется, допустим, уже поменьше агентств, и вы будете думать, блин, ну АМДжей же лучше. То есть, они будут, боже, мы хотим ее. Мы уже там нашли кастинги какие-то в режиме онлайн только по портфолио. Мы там уже нашли какого-то клиента. То есть, вам выстрелит намного больше, чем огромная сеть АМДжей. Поэтому, или наоборот, маленькое агентство может так относиться. Типа, ну пускай прилет, попробует. А там то же самое АМДжей. Да, мы ее хотим, она классная, мы из нее сделаем звезду и так далее. Поэтому всегда выбирайте агентство по вот этому внутреннему позыву. Насколько вас заинтересованы. От этого зависит просто весь ваш успех, реально. Также я хотела сказать, что у меня есть гайд, который я написала специально для своих подписчиков. Называется «Список хороших агентств по Украине и по России». Тут 14 агентств в Украине, реально сильных, проверенных. И 17 по России. На самом деле, в России есть намного больше. Но я пока не найду отзывы у девочек, которые там работают. Не могу пока что добавить свой гайд. Так что подписывайтесь на меня в Инстаграме. Это обязательное условие. Пишите мне в Директ. И я скину вам этот гайд. С удовольствием, чтобы вы писали и находили самого лучшего модельного агента. И тут очень удобно, что вот написано агентство, сразу ссылочка на Инстаграм, по которой вы переходите, пишите ее или в Директ, или на почту. Я желаю вам найти то модельное агентство, о котором вы мечтали, где вы будете звездой, где вы построите очень хорошую модельную карьеру, будете много зарабатывать. А я вам скажу пока и до следующего видео, которое выйдет совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok